За горами, за морями, за треучий мир. Так, а мы в какую сторону вообще плывем? Как мы увидели, это вообще чудом. Первая, что у меня какая была информация, это есть какая-то баржа. Она деревянная, она огромного размера. Кто к замочку ключ найдет, тот из круга вон пойдет. Что у меня какая была информация, это пока только на словах о том, что есть какая-то баржа, она деревянная, она там каких-то огромных размеров. Они сначала сказали, что чуть ли не метров пятьдесят. Целая? Целая. То есть я вообще понятия не имел. Еще была какая-то фотография в музее, прикрепленная, там какой-то левой рукой, рукожоп снято. По ней вообще непонятно, какого она размера. Причем вода была большая, и нам совершенно точно сказали, что скорее всего вы увидите только какие-то торчащие три палки в виде забора. Я вообще расстроился, ну просто плыл на свой страх и рис. Короче, баржа на Кити возле какого поселка? Возле палочки. Ну чуть дальше получается от палочки. Может это не баржа, может это какой-нибудь фрегат? Абсолютно не было четкого понимания, что это. Есть какая-то деревянная штуковина огромного размера. Ну были гвозди же оттуда, которые очевидцы находили. Ну и я, конечно, фонарел от размеров, я не ожидал. Во-первых, обрадовался, что ее видно, она вот как на ладони была. И она так там спрятана идеально, видимо, из-за этого ее особо никто и не замечал, и не разобрали так сильно. Гвоздей, огромное количество гвоздей, невероятное просто количество. Кованых гвоздей, друг в дружку прям вбитые, вообще не жалели, похоже. Они их в разбежку делали, чтобы доска не раскалывалась. Типа вот так вот, шагом на порядке. То есть не вот так, по две, просто сломается в этом месте, а именно вот так, чтобы он... Я удивился, почему баржа целая, несмотря на то, что просто пинаешь по доске, она разваливается в труху. Примерно понимая, о чем идет речь, мы стали искать живых свидетелей, людей, которые застали деревянные корабли, ходившие по Аби. Ну а о месте, где их строили, и о нашем рассказчике чуть позже. Что, реально, вот такой корабль? Ну, такой же, только деревянный. Сколько метров? 35 метров мы замерили. Из 35 метров, как, умудрялись туда до 1000 человек, как сказали, за раз перевозить. Продолжается посадка на теплоход «Надежда», и мы приглашаем всех желающих на 30-минутную прогулку. Заодно и послушайте приятную музыку, отладиться дешевой прохладой и много отдых. И вот где-то от берега, наверное, не знаю, ну, может быть, с километра пройдешь, и вот прямо нос баржи хорошо сохранится. Ну, это уже было давно. А фотки у нас были? Нет, нет, нет. Ну, да. И, ну, она стояла тоже, так вот вся уже от времени, это самое, ее деформировала. Но внутрь заглянешь нам, постройка, все видно, это было, как и, как и строили, все дерево, как будто только что срок. Сорок метров это, наверное, ну, тонн 500, наверное, да? Ну, наверное, наверное. Баржа. Вот они длинные, здоровые. Ладно, спасибо вам. Да, ничего, ничего там. Удачи, давай. В разговорах с местными жителями часто слышим, что на Кити, по малой воде, рыбаки находят остатки деревянных кораблей. Чуть ли не времен Екатерины Великой. И все эти истории относятся к детству рассказчиков. И сейчас, конечно же, там нет ничего. Услышав историю про деревянный корабль, найденный возле поселка Палочка, который якобы перевозил репрессированных, все эти истории вспомнились. Было неясно, что это за корабль. Дощанник, на котором ходили пукетти с 16 века Дамаковского. Либо деревянная баржа, которая сотнями строилась на верфях и использовалась по всему опертышному бассейну. Кстати, на таких баржах был построен Киткасский канал. Поэтому грузим карты в телефон, лодочный мотор в пикап и отправляемся на Киткасский, в сердце Нарымского края. Что интересно, бараки, которые сейчас стоят в Самусе, некоторые из них, они были привезены с опини сельского канала. Получается, Ремзона с Самуся, их туда направили ремонтировать, строить корабли, которые подвозили, там, не знаю, там, стройматериалы, либо людей, землю вывозили. То есть после окончания работ, то есть эта Ремзона была полностью разобрана с кораблями, на баржу, видимо, такого же бана погружена, была привезена обратно в Самуся. Подъезжаем к деревне Чижимто. Даже кто не из Томской области, наверное, где-то слышали это название. Это курорт, связанный с минеральными водами. Не помню, сколько они полезны. Раньше эта вода Чижимто была крайне популярной. Все ее покупали, пили. Сейчас, не знаю, ты пьешь воду Чижимто? Чижимто. Первый раз слышу. Сейчас тебе купим бутылку. Будешь это образовываться. Чижимто. Чижимто, вода Чижимто. Это что означает, что мы почти в Колпашево? Язва, печень, желчи. Это все, что у тебя появится, после того, как ты выпьешь эту воду, да? Нет, почему? Вообще, раньше она была очень популярна. Сейчас я не пью, давно не видел, на самом деле. Но она, видимо, в Колпашево, минимальная вода. Это речка Чая. Многие считают, что ее название связано с ее цветом, как чай. Из-за торфа. Ну, не буду, как бы, свое мнение высказывать. Но красиво. Один из крупных притоков левых Аби. Но нам надо на правую сторону. Всегда интересовался, кто назвал-то деревню так. И как люди здесь живут. Что они такие говорят? Эх бы, сейчас бы деревеньку-то свою, Ну, да, могильный мыс поехать. Отдохнуть там в спокойствии. В начале 2000-х где-то я читал, была книга «Аномальные зоны Томской области». И там было описано в этот могильный мыс. Это не знавтор. Из-за автора, к сожалению, я не знаю. И что там было написано? Ну, что якобы там существует где-то вот в этом районе. Там мыс, уходящий там в болото. И вот там люди здесь попадают, кружится голова там в таком наподобии Бермудского там что-то треугольника. Вещи происходят. Чуть ли не птицы пролетают там, падают замертво сразу же. Ветви над этим местом деревьев, которые свисают, выглядят как обугленные, то есть мертвые. Я сейчас расскажу свою версию. Я не уверен, что это правда. Но потом, может кто-нибудь узнает, нам напишет, и мы проверим. Я думаю, что деревенька не сильно старая. На левом берегу Аби много мысов. И здесь много археологических памятников. То есть курганы, кулайская культура. Тут есть недалеко могильники, там с другой стороны, саровские могильники и курганы. Соответственно, люди, которые здесь строили дорогу в Колпашево, либо здесь проходил тракт старый, тоже в Колпашево подъезжали, они могли обратить внимание, что на мысу есть какие-то могилы в виде курганов, которые, возможно, любопытство там бульдозера могли нечаянно, либо нечаянно разрыть. Соответственно, видели, что там есть захоронение, действительно, там есть какие-то люди. Соответственно, это могилы. Поэтому именно мыс могильный, то есть выбирали место в Средневековье, или там еще даже в раннем Средневековье, люди, именно такие мысы, на которых ставили свои эти вот акрополи. А уже русские это поддержали и назвали именно могильным мысом. А может быть, это калька перевоз со сетского пункта СК. Ну, он невозможно. Итак, асфальт кончается, мы его увидим только через... Кто, загадывайте? День? Два? Может быть, три? Ну, вру-вру, в том, башу вас в асфальт будет еще. Есть такая пословица, сложившаяся выражение. Что, порог пришел? То есть, это означает, что машина едет одна за одной. Сейчас как раз была иллюстрация того, что порог пришел. Все машины пытаются только куда-то обогнать, чтобы пыль друг за другом не глотать. И просто идет сплошной поток. Вот сразу видно, колпашево. Тут два парома. То есть, один уже на тот берегу, один на этом. То есть, они вот просто вот так вот ходят. И еще есть частенькие, я так понимаю. Они то ли дешевле, но не говорят, сколько стоят. Мы поедем на Большом. Вот колпашево знаменито, если открыть Википедию, знаменито тем, что здесь есть несколько, допустим, церковь, что-то еще. И одна из активных, единственных активных ссылок это колпашевский яр. Вот его видно. Пойдем покажем. Вот он, знаменитый колпашевский яр. Его подмывает. Это проблема города. То есть, они даже пытаются где-то какие-то федеральные деньги взять, чтобы его укрепить. В 80-м каком-то году, 70-м каком-то году в конце, когда у нас уже был Егор Кузьмич Легачев, однажды весной яр обвалился в очередной раз. Там показались кости, человеческие кости. То есть, было какое-то захоронение. То есть, начали смотреть. Вроде как там были огнестрельные ранения. То есть, это люди были расстреляны. Расстреляны там по приговору суда. Там либо какие-то тройки, как он назывался. Я не знаю. Но, в общем, это было их захоронение. Егор Кузьмич Легачев обратился, как он рассказывает, выше КГБ. И, видимо, ему там посоветовали. Либо, не знаю, может, это он сам решил. То есть, подогнали сюда теплоход. Вот эти вот. Они ставили задом к Яру и помогли реке, в общем, начато завершить. Размыли берег. Кости все оттуда выпали и уплыли, в общем. Соответственно, это все повисло таким тяжелым пятном на биографии Легачева. Причем, может быть, он и ни при чем был. У нас как бы вертикаль власти очень строгая и отвечал за это другое ведомство. Тем не менее, это стало единственным и главным брендом всего Колпашево. Села, которое основали казаки в 17 веке. Огромного села, то есть, с которого идет развитие всего этого региона. Целый город. Сейчас это город. То есть, ничего не осталось. Осталось только вот этот Колпашевский яр. Еще есть тут чуть ниже остров Людоедов. Тоже связан с репрессированными. Ну и вообще, в целом, Нарымский край это такой бренд негативный всего региона, где люди приезжали умирать. Есть рай, а есть Нарымский край. Меткое выражение, некогда определявшее территорию, как место гиблое. Времена изменились, однако, в Колпашево, да и в других районах Томской области проживает большое количество людей, чьи предки оказались в Нарымском крае не по своей горе. Большинство деревень появились здесь тогда, как места ссылки. Это, конечно, не так, потому что история края на 300 лет раньше начиналась. Здесь был единственный путь на восток, в Китай. Здесь был Беринг, прямо вот здесь. То есть, вот, получается, если он хотел попасть в Томск, ну, или в Барнаул, то вот здесь они проходили, они через Нарым, то есть через Тогур выходили, через Малую Кетю. И одна из наших целей, это как раз сделать такой ребрединг края. То есть, рассказать, что Нарым, это не только какие-то тяжелые страницы, которые, конечно же, были, но и трудовой подвиг. В Тогуре находится огромный дерево вырабатывающий кабинет, находился, куда сплавлялся лес со всей Кети. Куча людей сюда приезжали, работали со всей страны, со всего Советского Союза. Инженеры по распределению, соответственно, город рос, это студенты, это учителя, куча детей. Здесь авиаторяд есть до сих пор. Вертолет летают на вахту, возят людей на север, в нефтянку. Соответственно, это город, который, как говорил Фломоносов, что Россия будет богатством из Сибири процветать. Соответственно, как раз эти люди этому и способствовали. Очень жалко, что сейчас знают о городе только вот с этой стороны. Поэтому наша цель, это как раз рассказать истории и другие. И, возможно, наш фильм поможет изменить мнение о Нарымском крае. Мы переправились через Зобь, и далее наш путь идет вдоль Кити вверх. Нам необходимо найти место для спуска лодки в воду, максимально близкое к нашему таинственному кораблю. Деревни здесь были не потому, что здесь хорошая земля, плодородная, лес, еще что-то. Они были только потому, что здесь проходит великий водный путь из Тобольска в Енисейск. Соответственно, на Кити через каждые 15 километров 12 верст были деревни, где можно было остановиться, поесть, поспать и так далее. Взять лодку, взять грибцов и двигаться дальше. Соответственно, их деревень было гораздо больше. Сейчас на карте смотришь, то есть эти все Юдина, Маховая, какая-то там еще, 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 еще. Они прям бесконечно идут в сторону Маковского. Эта деревня ровесники вот только что проехали, получается, Кицкое. Это бывший третий керцкий острог, который копают археологи. Я сейчас посмотрел кстати карту, просто у нас времени нет. У меня такое ощущение, что они копают маленько не тот мыс, потому что река не так сильно изменилась, как они думают. И они копают мыс отдельно стоящий уже в пойме. Город был на берегу и крепость была на берегу. Хотя он тоже несколько раз менялся, потом я уже позже эту тему короче разовью и расскажу. Полетели! Сейчас что, подъезжаем в тайное? Я здесь не был, про него ничего не узнавал, дорога здесь не очень, мягко говоря. но мы уже подъезжаем. Это вот пойма Акити и вот высокий берег заросший кидрачом, даже по-моему шишка есть, да, какая-то миленькая есть, да. Кстати, да, неплохо шишка есть. Сейчас здесь как бы дачи белаярских жителей Белого Яра в 50, ну как дачи, рыбачий такой поселок. Как там вчера уже рассказал местный житель, что чем здесь занимались, как раз заготовка гриба, пихтового масла. Какая у нас есть надежда? От тайного до места до этого корабля 25 километров по Анге. Попробуем узнать, спросить про лодку. Нам нужен жесткий корпус, потому что у нас резинка. Неохота на резинке ехать, честно говоря. Вот. и если сейчас все удачно получается, договариваемся с кем-то, может быть, даже договоримся, что нас сопроводили, готовы за это всячески отблагодарить. Пойдем, на тебя спросим. Здравствуйте. А не подскажете? Панги, можно сейчас проехать до Акити? Конечно. Воды хватает, да? Кому, конечно. Ага. Да, мы с ребятами фильм снимаем, нам до этого корабля нужен, который там лежит, до баржи. Кожи? Ну, ну. Да, иди. А не знаете, тут можно резиновая? А? Лодку у кого-нибудь можно взять? Там, за деньги или как-то там договориться. До завтрашнего дня. А то у нас резинка, думаю, у нас просто в палочке мы договорились, потом что-то смотрим по расстоянию, здесь это гораздо ближе. Сейчас, погодите. Сейчас. мы машину здесь оставим, все оставим. То есть, никогда ничего не едим. Лодку хотят, это у них резинка, говорит. До завтра лодку как-то договоримся. В обед уже приедем. они могут приехать сегодня. За включение только, но могут здесь. Сейчас. Узнаем. И сюда маленько проедете. там еще внутри постоит. как-нибудь, поставьте, разберетесь с пацанами. Да, Что, она не бежит? Ничего нормального? Нет. А, воду вот, что-то потеет. Ага. Ну? Стоять? Он-то дальняя? Встретились с двумя местными жителями, коренными. То есть, люди реально здесь живут. Всю жизнь. Два мужика. 11 в 1 осень, день рождения. Поздравляем, Владимир. Спасибо за лодку. Договорились, нам МКМ дали. МКМ то же самое, что у меня дома, Тюменко. Очень хорошая лодка. Многие считают, что не очень. Катанка типа лучше, или ОПИ. Но на самом деле, она очень устойчивая, в принципе, ходкая. Что, возьмешь нам на плечо? Вихрь на колене. На Минск? Да, другое. Бак это, вихря на руль. Ага. А сюда, сам? Ага. А тут, похоже, как раз вот есть жилища Остяков, Карамо. То есть, они жили не в пленчатых домах, это уже их русские научили. Они жили, выкапывали в берегу, в берегу, ну, вот именно в склоне землянку, ее вкапывали, вкапывали, короче. Ну, куски рубероиды достались. То есть, крыша была перекрыта землей. Там был вход. Здесь был дымоход. Вот это такое зимнее жилище. Как сказал местный Владимир, что здесь тайная, это деревня Остяков. Здесь Остяки, как он выразился, шкелились в 19 веке еще. Вот представьте, они, допустим, жили в этих избушках, буквально вот здесь вырытых. То есть, их вообще не видно было. То есть, сверху стоял бор. Это уже потом русские построили там изб. Так вот едешь на моторе и даже не узнаешь, что вот здесь есть жилище по большой воде, а по такой вообще никак не узнаешь. каким-то признакам, что там стоят сети либо запоры либо что-то еще. Кто ты говорил приехал, а ты теперь поехал. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышли из протоки, анга, закель, вот, зловые снаги. Немного зацепились, сейчас нормально. Когда еще не было пароходов на Аби, они появились примерно где-то в середине 19 века. До того момента здесь ходили либо под парусом, либо на веслах, либо заводом. То есть, эта лодка небольшая заводила веревку с бурлаками. Они назывались не бурлаки, а лямщики. От лямки у них были берестяные лямки. То есть, они их завозили на песок, вот на этот, допустим. Здесь они выходили на той лодке рулем, они отходили от мели на фарватер. И они просто шли к песку, пока он не кончится. Там лодка, которая завозная, перевозила их на другой берег. И так вот они очень медленно шли до Маковского. Например, посольство Спафария от Нарыма до Маковского преодолело всю реку всего лишь за 35 дней, по-моему. Это очень быстро, потому что они шли, не останавливались. У них был скоростной, видимо, посольский дощанник. И у них были селькупы, которых дали им Нарыме. И они как бы были грибцами. Так вот они шли от деревни до деревни. То есть, между деревнями примерно 12 километров, там 15. И вот они так и передвигались. Потом там нанимали опять новых работников. Ну, либо у них постоянно были свои. Место нормальное, ровненькое, сыроватое, дров полно. Сейчас мы готовим еду, пилим дрова, разжигаем костер. Отпугиваем этого призрака, который живет на корабле стопудово. И пойдем покажу тебе одну фигню странную. Короче, кто-то отпилил огромное дерево, уже лежачее. И сделал подставку. Нырять, есть с нее. Вообще не знаю. Останавливаться. Постоять на ней, например. И еще одна странная вещь. Плод. Плод. Причем плод сделан людьми, которые в этом что-то понимали. Потому что он прибит шкантами деревянными. И вот смотрите, например, вот эта вот палка. Она не прямоугольная. Она как призма. Подытоживая, что сегодня услышали. Получается, два момента. Очень таких. Именно те, которые напрягают уже очень давно. Получается, мужик на пароме нам сказал. Что вы там снимаете? Снимайте. Вот, вот же. Вон он, этот яр. Колпашеский. Ну, как бы, естественно, мы эту историю знаем. Уже я рассказал. Подогнали сюда, говорит, лодки. Эти буксиры двухтысячные. Ими размыли. А ты видел? Я говорю. Нет. Ну, то есть, почему не видел? Неинтересно было. Тогда было интересно. Сейчас стало интересно. Почему? То есть, видимо, новости, которые актуальны, которые рассказывают про Колпашу. То есть, других не рассказывают. И эта новость становится центральной. То есть, она очень важна, очень серьезна. То есть, я уже соотношение к этому высказал. Но другой нету. Другого рассказа не существует. Переезжаем дальше. Тайная. Мужик, который нам помог лодку найти. У меня отец Остяк. То есть, я сам местный, коренной. Я говорю, а как ты здесь оказался? Приехал сюда. Ну, то есть, репрессированный или как? Он такой, я не знаю. Ну, как там? Откуда родители были? Бабушка была 15-го года рождения. Она жила в соседнем деревне Родионовка. Я говорю, а это ближе к Кецкому? А, да-да, там же где-то еще Кецк есть. То есть, сразу понятно, что про Кецкий Острог можно вообще не спрашивать. Просто вот эта история не существует для людей, которые живут от Кецкого Острога, от третьего. Там всего лишь, там, ну, там, 10-15 километров. Что я скажу? Такое ощущение, что просто взяли, как вот говорил Миллер, что в Сибири истории не существует. И так и есть. То есть, вот, 30-е годы, и все. Дальше истории нет. Глубже. Копать бесполезно. Просто была, не знаю, там, река, вода, жили остяки, и все. Русских здесь никогда не было. Дальше вот того же мужика, который остяк, спрашиваем. Он нас спрашивает, куда поехали? Мы говорим, вот, до баржи, да, надо доехать. Мы фильм снимаем. А, да-да, там баржа. А ты там был? Нет, не был. То есть, даже неинтересно. Ну, говорю, а что за баржа? Ну, там же этих людей везли сюда, привозили. То есть, ну, опять же, это кто-то рассказал. То есть, эти люди, кто эти люди? Ну, вот, наши вот ребята, которые здесь были до этого. То есть, мы сейчас, наверное, будем вместе с ними разбираться. То есть, мы, может, даже чем-то поможем. То есть, мы уже придумали методику, как найти какие-то артефакты, которые нам позволят определить возраст этой баржи. То есть, ни фига рыба упречется. То есть, нужно найти где-нибудь в трюме, в этом пространстве, какие-то вещи, которые там остались. Что возили баржи? То есть, что завалилось в этот трюм? Играет музыка. так короче мы вышли из протока по которой мы сделали большую часть пути называется таинская анга то есть тайная не потому что она там какая-то тайна потому что там таинская находится мы прошли по ней 20 потом вышли в кеть и вот сейчас где-то по карте макс привет смотрим на нее вот корабль более того даже виден на на карте он даже виден то есть вот какая-то тень не он не он сейчас попробуем где-то здесь а как вот он сколько метров сколько он там на вскидку метров 30-40 то есть мы сейчас его замерим ширину длину попробуем высоту найти какие-нибудь штучки которые свидетельствуют о его возрасте реальный корабль это те истории про которые говорил что на выходе из в степановке откопали вы мало корабль из берега и потом там из него гостью выдергивать это та же история только целый смотрю тут конструкция сохранилась полностью борт сохранился короче идет каркас и уже на эти нашит короче доски смотрю сколько слоев это каркас вот он а его уже снаружи обшивают досками доски где-то сколько здесь диаметр наверно диаметр смысле толщина примерно стеров 10 наверное против что интересно гвозди кованые все болты под восьмигранную под восьмигранник основной под восьмигранник есть четырехгранники уже видел такое что запах солярки что ли она наверно бревна были про это пропитаны кризалит так вот сразу только что то что нашли кусок цепи ну не механическая как вы видите донышко отбудут руки а е з 05 1170 что стоило 1170 объеме 05 кто знает напишите то есть эти вещи взяты здесь вряд ли они здесь привнесены извне но я уже ощущаю и чувствую что это более поздняя баржа чем говорят наши коллеги смотрим что еще есть там здесь какой-то какой-то ящик прям посмотрим не знаю какой-то ящик под резинку типа теплообменник что это на улицу выходит какой-то кран здесь кран не знаю что это пока пока кто знает напишите вот это вообще интересно что кунице шарнир типа управления назад вперед то есть она корм корме она сужается очевидно и вот эта штука лежит здесь будка шкиперская была где-то вот здесь получается корпус где-то здесь она провалилась поворотная типа в другую баржу упирается вот самый толстый металл здесь нос держит вот здесь получается должна быть изображение это вырубленной медузы горгоны там легко нить эффектного зверя русалки русалки видимо сняли русалку сняли она погнали ну вот эта баржа корабль призрак призрак потому что вот местные в тайном дядька он даже не видел я не знаю где он там лежит и сильно интересно палочки ребята они наоборот хотят про него больше узнать уже придумали полностью легенду что на нем привозили репрессированных ехали палочкинские рассказывали что их везли под открытым небом то есть их везли на такие лошки у нее огромные значит внутри пространство для погрузки груза скажем так люки открыты и она вообще открытая вся и тебе и снег тебе и дочь на голову если люди сидели прямо под открытым небом сколько она могла людей перевести за раз тысячу могла если плотненько набитие не по-человечески не знаю получится не получится его судьбу узнать что понять вообще как он оказался призрак ли он либо вполне себе по какому-то указанию приехал был оставлен потому что 100 стал старый там либо он утерян в ледоход там получил пробой ну то есть потону есть ощущение что все таки она более позднее то есть не точно но возможно она более позднее то такие баржи на верфи в батуре на на чулыми изготавливались до пятьдесят седьмого года деревянные это баржа примерно грузоподъемностью 600 либо 500 тонн попробуем еще точно замерить и есть есть где посмотреть есть каталог судов которые здесь на реке устроились поэтому это боже вот такого размера попробуем найти что-нибудь что позволит нам более точно и вот рассказать то есть возможно это уже после войны было сделано то есть вот кованый год смущает есть огромная река есть огромный путь с запада на восток с тобольска венесейск и думать что любой корабль который здесь находится он сразу относится к нашему этому мрачному периоду истории что все это больше здесь якобы делать нечего было на самом деле как бы эта баржа могла возить обойду лес могла возить муку вверх по реке вниз по реке то что угодно могу сделать и этих бар здесь было сотни сотни кораблей сотни буксиров эта история когда буксиры здесь на обе не хватало и перегнали через канал перегнали сюда четыре по мере три буксира снято же колесо они дальше здесь работали постоянно делая рейсы вывозя лес поэтому говорит что эта баржа именно та которая а там одна или две привезла сюда репрессированность наверное это будет такая история она возможна но по теории вероятности надо тысячи рейс других барж было как вы делали огромную работу в тылу подвиг трудовой и этот в объемах она очень тоже важно то есть надо рассказать эту историю что эти баржи были их строили люди работали и история более сложная чем нам рассказывают чем мы смотрим в телевизоре и видим это сами поэтому читайте больше книг смотрите источников подписывайтесь на нас будем разбираться и латыши литовцы украинцы приехали гарные хлопцы были я ее конкретно руками щупала увидела это вот те на которых мы ездили потом нас колхоз отправляли на целый месяц школьники жили там мы знали за нами придет баржа баржа это это но класса три-четыре это человек под сотню сидели мы густо-густо сидели вот это примерно ну вот это я говорю что это был 7 8 класс пятьдесят первом я пошла в школу значит конец пятидесятых годов да баржи большие деревянные конечно наш конец пятидесятых да это уже рабочие баржи они стояли у нас в трюмах ничего нет то есть все грузится на палубу бревна поперек как раз 6 метровые влазит кирпичи что-то еще сзади стоит здесь будка шкипера который управляет с помощью такого здорового весла ей чтобы она не болталась трос цепляется за буксир буксиры были колесные длина троса там не знаем метров тут много метров 100 наверно но потом выбирает лишнее идти и тянет ее уже коротким тросом чтобы наверно не болтался отец мне рассказывал что он еще в 60 каком-то втором году на обе красный яр криво шея но он и деревянные баржи видел как их колесный буксир таскал потом они также вот холостовы в красном юру в затоне там еще долго валялись вам сейчас уже ничего не осталось что мы делали ну я не одна была нас много было значит были заготовлены вот за зиму они пилят доски из которых потом вот эти баржи и же доски и надо еще сгибать как-то и вот эти доски они не не широкие были эти доски вот мы перекладывали для просушки лето наступило их зиму складывали в эти стеллажи штабеля и потом надо было с одного места на другое что поменять чтобы они просыхали и тогда вот их сворачивают пока они влажные и сгибают и они в таком состоянии высыхали вот здесь добра то этих гвоздей а за ли лестница куда-то она в трюм в трюм а то есть можно было здесь ты была будка шкипера где-то здесь но я скорее всего это первым ледоходом снесло нафиг ну по идее наверно в трюме может найти если покопаться на это надо чтобы вода еще ушла сильнее чтобы можно было копать то что здесь сыра попозже уже нас ну видимо мы показали себя нам разрешили шпаклевать шпаклевать видимо баржи но это удовольствие доставляла работа а так здесь доски все-таки тяжелые грузить высоко а весь рядышком стоящие лопаточкой молоточек деревянный молоток был помню и стучишь и шпаклевку в пазы между досками загоняешь но от этой работы конечно зависел протечет потом баржей она пропитана нет нет простая потом пропитку делали они потом делали видимо пропитку и древесины и шпаклевку поэтому да нет ну простой ничего не было я помню ее прямо хорошо какие-то канаты были свернуты из них брали никаких канатов какие канат вы о чем говорите просто просто кусок лежал мы сами брали сворачивали и туда загоняли да 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 сохранилась пенька то есть она протыкана чтобы не бежала еще это пенька растительно это да где там это сохранилась эта фигня между досок сейчас в томске грузили эту баржу она уходила она ее я не знаю даже наверное каким-то товаром грузили потому что постоянно не могла а доставить товары какие-то в магазины была возможность только через баржи больше ничего не было какие самолеты получается баржи ходили вы помните по реке с чем они бы чем они были загружены но все знали что если баржа пришла значит это будет товар и промтовар и все что было в магазинах это конечно больше другого пути не было ну что код так ты себе представлял корабль призрак в принципе то так в принципе да ага куда что должен по вашему выглядеть и и хохох и бутылка у нас так что успевайте кто хочет посмотреть на настоящий деревянный корабль на ките совсем недалеко от это от города пока не растащили пока не растащили на сувениры да я думаю трасса всем хватит совсем недалеко день пути один день до всего один день после нашего мини расследования стало понятно что это баржа так называемая колхозница баржа трудяга которая была в каждом совхозе перевозила скот и трактора за реку кирпич и уголь на зиму том культуры и школу товары для магазина из томска прослужив до 70-х годов была отправлена на почетную пенсию оставлено на реке где в большую воду служила местом отдыха рыбакам и охотникам мы поняли что стали свидетелями грандиозной но малоизвестной истории это история батуринской судовой верфи которая с 30-х годов до 100 века построила сотни деревянных судов для всего опер тижского бассейна в годы войны вверх строила понтонные переправы для ленинградского фронта получив за это орден а позже и баркадеры для всех пристани и портов огромной реки от салихарда до биска именно поэтому корабль свидетель этой истории должен стать памятником трудового подвига сибиряков среди которых были потомки гостолыпинских переселенцев сын и приехавших по зову сердца комсомольские стройки со всех уголков огромной страны доброе утро у нас сегодня была пиратская вечеринка здесь бы фильм снять но какой-нибудь художественный у нас землесос 1005 ягод капитан землесоса 1005